Приветствую вас на моем канале, который посвящен телепередачам. И сейчас я вам расскажу, что нас ждет в следующей серии проекта Холостячка. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк подходит к Ксении Мишиной больше всего. А следующая серия пройдет под девизом «Кто сходил на свидание, теперь кандидат на вылет». А все вот почему. Потому что будет двойное свидание с Андреем Рыбаком и Александром Элортом вместе с Ксенией Мишиной. Но Рыбаков удалится, потому что Элорт попросит его уступить свидание, и Рыбаков уступит. Конечно же, Ксению это обидит, и она поймет, что Рыбаков не собирается за нее бороться. Потому что он и отлучался с проекта, было на день, и уступает общение с ней. Она сделает вывод, что она Рыбакову не нужна, и он будет кандидатом на вылет. А вы мне скажите, девочки, мне кажется, любой женщине приятно, если несколько мужчин за нее борются. Напишите в комментариях, вам бы было это приятно, или это миф. Элорту, конечно же, будет на руки, что Рыбакову ступит, и он даже подстроит тот момент, что они с Ксенией опоздают на автобус и будут должны ночевать вместе в палатке. Следующее, по моему мнению, провальное свидание – это шатырка на байдарках. Ну что может быть романтичного в этом плавании на байдарках? Это же тяжело, сложно и неприятно. А вы как думаете? Потом будет у них такой романтик, ткани, свечи. Короче, у них будет романтический ужин на природе. Так еще и к тому же, шатырка захочет с ней целоваться, Ксения не захочет, но самым ужасным будет то, что он при ней заплачет. Я не скажу, что это плохо, когда мужчина плачет при женщине, нет. Но это когда уже у них интимные, долгосрочные, серьезные отношения. А иногда это телевизионный проект, и за ней еще борются очень много мужчин, а ты такой ревокорева. Но это как-то не очень красиво. А вы вообще считаете, можно ли мужчинам плакать? И самым удачным будет свидание с Лешей на воздушном шаре. Это очень романтично, это очень интересно. У меня даже знакомый сделал предложение своей девушке, именно на воздушном шаре. А вам бы такое свидание понравилось? И напишите мне в комментариях, какой мужчина подходит к Сене Бишиной больше всего. Жду от вас пальчики вверх, и до новых встреч!